В Химкинском ЗАГСе прошел День открытых дверей. Его приурочили к Международному Дню Детей, который отмечается 20 ноября. А потому познавательную экскурсию по кабинетам управления провели для школьников. Чем полезен для подрастающего поколения такой открытый урок, узнала Виктория Калашникова. 20 ноября отметили Всемирный День Детей. Дата выбрана не случайно. В 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 Конвенцию о правах детей. В этот день во многих странах мира силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия. Химкинское управление ЗАГС не исключение. Презентация положила начало часовой экскурсии по ЗАГСу. Из нее ребята узнали, какие услуги предоставляет учреждение. По мнению Ивана Суханова, право на жизнь и свобода выбора – неотъемлемые части человеческой жизни. Они полезны для общего развития, чтобы мы не забывали своих прав, обязанностей. Ну и культмассовые такие мероприятия очень развивают личность, я считаю. Ребята побывали во всех кабинетах ЗАГС. Не обошли стороной даже рабочее место начальника. Гвоздь программы – зал церемоний. Ведь здесь проходит чествование юбиляров и заключение браков. Сердце учреждения – архив. Здесь хранятся 2500 актовых книг по всем видам регистрации. С 1926 года накопилось 625 тысяч записей. Некоторые из них специально отыскали для школьников. Актовая запись о рождении Кирилла Андреевича. Защита прав детей является приоритетным направлением в политике правительства Московской области и Химкинское управление ЗАГС, как правовая структура в стране не остается. В области семейного законодательства, гражданского законодательства мы пытаемся в силу возраста детей донести необходимую полезную информацию, чтобы дети были в правовом поле более адаптированы. Эти ребята теперь знают – права человека должны соблюдаться, иначе это не цивилизованное общество. Возможно, некоторые из школьников станут юристами, адвокатами, государственными служащими или общественными деятелями. Виктория Калашникова, Сергей Гвоздев, Служба новостей.